Я работаю в автовой продаже, но работать достаточно тяжело строиться. То есть, что он заработал, то и бери, то тоже уже выучил, а то и больше. Есть причина. Она заключается в том, что есть разные типы мышления у людей, разные способы мышления. Есть четыре типа менеджеров в основном, то есть, или руководители. И каждый тип руководителя должен знать, что у него всегда есть недостающее звено в деятельности. Допустим, у вас есть способности управлять людьми, а природа ваша – это управлять процессами. То есть, вы можете понимать всю схему, как все работает. А способности управлять людьми. Но есть еще такие управленцы, которые имеют способности развивать что-то, а не управлять. И эти люди, они совсем не такие, как вы. То есть, их мышление очень легкое, у них как бы всегда квадратные глаза. Они говорят о том, что как бы вот супер, вот это вот сделать, это вот туда пойдет. Вот, и эти люди не всегда как бы говорят то, что надо, потому что их иногда несет. Вот, но если они сотрудничают с управленцем и как бы смотрят, управленец, когда их слушает, щупает разные направления, они вместе, когда они принимают хорошее решение, в конце концов. Понимаете, но с такими людьми трудно работать, потому что менталитет противоположный. Если вы развиваете как личность, и у вас появляется способность вот даже с противоположным иметь дело, тогда в вашем бизнесе появляется помощник какой-то, который приносит вам удачу. То есть, он подсказывает направление, раньше, чем все узнали, вы получаете направление, в котором потом вы первым становитесь. Но у вас таких способностей нет. Все, вперед двигайтесь. Это, видите, такой человек возможно получить не потому, что ты уже знаешь, что он тебе нужен, а потому что у тебя есть внутренняя сила даже с противоположностью мириться. Вот это способ развития личности уже означает.